Улетело вот в Копейское озерцо. Вот теперь там машина. Так можно было бы коротко описать ДТП, произошедшее в Копейске в октябре. Видео снял муж водителя авто Кристины Борисовой. А вот кадры уже вытащенной машины из воды. Помятые крыша и лобовое стекло, сломанные боковые зеркала, многочисленные трещины и царапины. Любимица хозяйки Тойота Ист прошла проверку ледяным озером. Рассказать о том, что случилось, Копейчанка смогла только по прошествии двух месяцев. Я поехала в церковь и ехала здесь, получается, в левом ряду. Но так как был гололед, я захотела пересториться вправо, так как люди в левом ряду едут быстрее. Но из-за того, что у нас прямо на асфальте колея, то есть сам асфальт продавлен, получается, вот эти бугры, они были обледеневшие, дороги были не почищены. Хотя время уже было полдесятого. Меня начала тащить. Я была на зимней резине, я была на новой зимней резине. Зимняя резина и пятилетний стаж вождения не исправили ситуацию. Девушка ударила по педали тормоза. Контроль над машиной был потерян. Здесь меня уже заносило, уже здесь. И вот, собственно, здесь, вот на эти пусты. И уже с кустов, с крыши я упала в воду. Машина была заведена. Естественно, я в этот момент не думала, что надо заглушить. Двери были заблокированы. А так как поступила уже вода, у меня вся панель загорелась. Получается, стеклоподъемники тоже, вся электроника начала глючить в машине. И, ну, я там пинала ногой, короче, стекло. Естественно, это нереально его выбить ногой. Вот. Я просто, ну, действительно начала молиться. Боковое стекло водительской двери чудом съехало вниз. Так удалось выбраться из воды. Копейчанка отделалась испугом. А вот автомобиль спасти не смогли. Машину достали на поверхность спустя 9 часов после аварии. Если бы не это колья, если бы вовремя занимались дорогами, если бы было здесь ограждение, может быть бы и случилась эта авария, потому что я, может быть, недостаточно опытна. Но я думаю, я бы, по крайней мере, не улетела. Вне зависимости от опыта, с наступлением холодов, появлением льда и снега на дороге, водителю стоит быть внимательным и знать, что делать в случае непредвиденной ситуации. При заносе переднеприводного автомобиля необходимо повернуть руль в сторону заноса, не убирая при этом ногу с педали газа. Передние колеса начнут проскальзывать, и это стабилизирует занос. Но если случился занос заднеприводного автомобиля, необходимо выровнять руль в сторону заноса. Плавно убирать ногу с педали газа. Полноприводные автомобили с заноса выводят путем кратковременного торможения. Это азы вождения. Будет также полезным знать, что делать в случае, если избежать ДТП, все-таки не удалось. Человек, который попал в такое ДТП, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и потребовать от них, чтобы они составили акт выявленных недостатков дорожного покрытия. Замерили коэффициент скользкости и внесли, соответственно, эти данные в акт. После этого необходимо контролировать вопрос привлечения собственника дороги к административной ответственности за ненадлежащее состояние проезжей части. В этом случае тогда водитель может рассчитывать на получение какой-либо компенсации за подобное дорожно-транспортное происшествие. А вот добиться того, чтобы проезжую часть отгородили отбойником или поставили предупреждающие знаки, сложнее в разы. Для этого человеку нужно отправить обращение в ГИБДД и собственнику дороги. Из их ответа и будет ясно, примут ли дополнительные меры для организации безопасного движения. Продолжение следует...